Итак, наш курс подошел к концу, и настало время подвести итоги и поговорить о возможностях дальнейшего общения, потому что я с вами расставаться не хочу. Что вы узнали из курса? Ну, или, во всяком случае, должны были узнать. Ну, об истоках и основных идеях русского космизма, его основных представителях, естественно, научной и философско-религиозной ветвях космизма, об отражении космизма в искусстве и о том, почему космические идеи актуальны сегодня. В окошке под этим видео вы можете задать любые вопросы, которые у вас остались, а также поделиться своими переживаниями, идеями, мыслями, которые возникали в процессе освоения курса. Может быть, вам что-то понравилось или, наоборот, не понравилось. Для меня это ценная информация, потому что я же и дальше собираюсь делать онлайн-курсы. Кроме того, если наберется группа из пяти человек, вы можете с помощью окошка заказать бесплатную экскурсию по местам, связанным с именами философ-космистов. Мы с вами обсудим маршрут обязательно. Можно также указать свою почту, и я буду делать рассылку, буду высылать вам информацию об интересных мероприятиях, которые так или иначе связаны с космизмом. Может быть, кто-то из вас увлекается, в принципе, философией или отдельным каким-то философским направлением, или творчеством того или иного мыслителя, или ему или ей интересна какая-то философская проблема. Об этом тоже можно написать. Кто знает, может быть, в процессе нашего общения я еще онлайн-курс сделаю и вас с авторой запишу. И под конец мне хочется прочитать Четверостиши из Гессы. Ну, люблю я его. Давайте, ребята, так. Пристань еще не искать, не приживаться, ступенькой за ступенькой, без печали шагать вперед, идти отдали к дали, все шире быть, все выше подниматься. Всего вам самого замечательного. До новых встреч!